Праздник Сагалган Праздник нашли корни шестревности, народный праздник получается. Но получается в 13 веке при внуке Чингисхана Хобилая этот праздник начали отмечать уже с конца зимы, начало весны. Ну праздник начало весны. Да, начало весны. Ну вот постоянно даты варьируются, при мне, как я помню, если так можно сказать, один раз только было где-то в марте, все время где-то в конце января, феврале. Да, это получается по лунному календарю, специально исчисление идет и отмечается именно как раз конец зимы, начало нового периода весны. Ну что для нашего народа значит этот праздник? Как я понимаю, начало весны, начало нового, так скажем, урожайного года, да? Получается, это обновление человека, обновление природы, и вот этот праздник как раз начинается с ритуала Дугжуба. Вообще, начинается он в праздник того, чтобы бурханадылгэха, как бы алтарь обновляют, алтарь очищают его, ставят подношение, разжигают лампадку. И вот с этого периода как бы начинается уже отмечание праздника Сававана. Вот ритуал Дугжуба, о котором мы заговорили, он прошел в городе у нас вчера, да и вообще в целом он проходит за два дня, так скажем, да, до наступления Белого месяца. Что за ритуал? Это вот специальный ритуальный костер, в котором мы с вами, как бы и вся природа, и люди уносят все горести и несчастья, которые сопровождали в прошлом году. И специальный ритуал, в котором мы как бы обтираемся специальным тестом или же бумагой, условно мы своими мыслями все горести и несчастья туда вкладываем и приносим до цаны, ставим в этот ритуальный костер. Там, получается, два костра, один такой символический и один такого специально для сора. И подаем все свои горести в этот костер, и он разжигая, уносит все наши несчастья и горести. Чтобы за нами это все не пошло в следующий год. Да, в следующий год, чтобы мы обновленные вошли в новый костер. Ну, а сегодня Бутуд. Такой, если прямо так дословно перевести, день ни туда, ни сюда. Да, это такой день, в котором мы с вами только и делаем, что отдыхаем. Кроме нас. Да, отдыхаем, готовимся к будущему посещению своих родственников, самых, конечно, старших. И вот такой день, который кушаем в основном. И убираться даже, говорят, нельзя в этот день. Нельзя особо такие тяжелые работы делать, потому что нужно все сделать до этого дня. Сам Сагалган, вообще, как праздник, как я знаю, да? С самого утра папа встает, заваривает очень густой чай. Сначала молится, и потом будит всех и просит выпить глоточек этого чая. И вот так вот обычно у меня утро уже на протяжении 34 лет и начинается. Да, получается, в этот день как раз именно на рассвете, в день Сагалгана, начинается молебна в Датсанах. И в этот день мы должны на рассвете, как бы прошлый год провожая и встречая Новый год, прямо на рассвете проснуться, чуть-чуть приоткрыть окно. Считается, что в этот день облетает условно землю богиня Палденхамо, богиня прошлого, настоящего и будущего, которая ведет пересчет всем живым и мертвым. И обязательно проснуться, это, ну, как бы считается, как посчитать за мертвым. Но на самом деле это наши, как мы должны собраться, быть собранными и встретить Новый год с новыми идеями, новыми мыслями и дать ей подношение. Ну, немножко брызнуть, конфеты подать. На самом деле, дорогие друзья, если вы вдруг не знаете, как встречать Сагалган, обязательно завтра, с самого-самого раннего утра, включайте телекомпанию Олигус, мы будем вести прямую трансляцию из Датсана на Верхней Березовке или на Лысой горе, как раз-таки этого молебна в честь богини Палденхамо. Еще о празднике. Вот вы лично, что вы делаете в этот день? В этот день я обязательно просыпаюсь, как традиционно меня родители учили. Само утра, да? Там на рассвете, где-то в районе 4-5 утра, ну, желательно пораньше встать, приготовить все. И сидим и лампадку разжигаем, если лампадка у нас закончилась. И сделаем подношение, выходим на улицу и молоком проезжаем, чаем или же конфетами, печем сладостями. Ну и в гости, соответственно, ходите. Ну и уже после всех этих ритуалов мы уже собираемся к родителям, если мы живем далеко от родителей. А потом? После посещения родителей всех старших родственников мы посещаем. И уже потом ждем гостей с младшей, ну, младшей, кто братьев, сестер. А почему вот так было переведено на русский язык, что это праздник Белого месяца? Потому что в этот период как раз начинается очень активно приплод, очень много белой пищи. И уже начинают готовить вот это вот творожное такое, творог. Засушивают, чтобы до лета как раз вот именно были вот эти продукты. То бишь не с Луной это связано, не с новой Луной? Ну, и в том числе и с новой Луной, да, потому что начинается новый период. Новый месяц, первый день нового месяца, тоже очень хороший день. И как раз в эти дни мы, получается, после Сагавана нужно вывесить коня удачи, химорин, который обязательно символизирует то, что мы садимся на эту лошадь условно и развешиваем на той стороне погоду. Или же, если это происходит в дни Сагавана, на любой стороне можно вывести эти флажки, специальное место отводится. Вывешиваем эти флажки и, условно, садимся на эту лошадь, и год будет очень удачный и хороший. Может быть, есть какие-то традиции, которые не дошли до современности, о которых вы читали и знаете, изучали, или такие, которые, например, уже устарели и из-за этого и остались в прошлом? Ну, раньше традиционно, как бы, сам ранее, да, дарили детям конфеты, ну и сейчас тоже так делается. Как на Новый год? Да, как на Новый год. Дети выходили и собирали у старших конфет и печенье. А, как на Хэллоуин происходит за рубежом? Да, да, такое, с конфетой, печеньем, очень радовались этому. А старшим всегда подносили мужчине, мужчинам это ходаки, да, ходак у нас символический флажок, в силу гостеприимства. И ткань, женщинам ткань, которую она в дальнейшем могла что-то сшить, платье, конечно. Дыгал, например. Дыгал, да. Сейчас, как я понимаю, этого уже сильно нет, но подарки есть, как таковые, а вот ткань, я редко вижу, чтобы ткань дарили. Да, сейчас в основном уже готовые вещи дарят, но традиционно еще, сейчас уже я так замечаю, что пожилым людям в основном дарят такие вот именно ткани для того, чтобы подшить дыгалы. Вот как раз вот в прошлом, в позапрошлом году моим родителям как раз братья подарили ткань. А, да, надо взять на заметку. А вот между районами республики как-то отличается празднование Сагалвана? Ну, всегда основа та же, но может быть и в районе подарков что-то другое, я вот прямо точно не могу. Ну вот за столько лет существования этого праздника, за такой большой, огромный период, конечно, мы понимаем, что он претерпел какие-то изменения, да, и дошел до нас не в том виде, в каком его изначально вообще, так скажем, придумывали, задумывали, да. На праздник принято ли употреблять алкоголь? Нет, не принято было. Никогда это не было принято? Да, это не принято было. Это был, ну как, это же такой праздник обновления, зачем начинать такого? Духовный праздник. Духовный праздник, поэтому не употребляли. И даже не брызгали алкоголь? Брызгали. Брызгали алкоголем? Ну, молочной водкой. Молочной водкой, так. А то, что сейчас происходит с праздником, как вы это расцениваете? Что изменит сейчас современный праздник, что дойдет до будущих поколений? Ну, сейчас это то и продолжает. Если родители продолжают эти традиции, то и дети будут продолжать. Если каждый год один ритуал – посещение датсана. Получается, праздник, он и культовый, и народный получается. Культовый – это обязательно посещение буддийского храма, а потом уже и родственников, и целый месяц праздновали. Этот праздник. Почему месяц, да, многие говорят? Потому что раньше кочевой народ, мы жили отдаленно друг от друга, и поэтому, чтобы доехать с одного места до другого, было очень долго, и поэтому он продликся. Поэтому и дали такой большой период, да? Да, период. А так вот, получается, 15 дней, вот как раз эти 15 чудес, как Будды говорят, или же Деяния Будды, вот как раз и отмечаются. Вот я вижу, в каком вы прекрасном наряде сегодня пришли. Давайте об этом еще немножко поговорим, уже так, не с научной точки зрения, а вот с человеческой. Стоит ли на этот праздник надевать бурятский наряд, или вообще стоит повсеместно уже нам носить бурятские наряды? Ваше мнение? Личное мнение? Ну, так, я… Ну, это же у вас не парадный выходной? Нет, это стилизованный костюм. Повседневный? Можно его каждый день надевать. Кому нравится, тот и может носить, заменяя на европейскую одежду. А так, традиционно, на праздники, конечно же, нужно надевать, наверное, традиционную одежду, чтобы подчеркнуть, что мы относимся к курятскому наряд, что мы чтим свои традиции, культуру. И в то же время одежда – это свой начальник. Конечно же, это паспорт раньше был человека, да? По одежде можно было определить, какого племени, какого рода, статус его и прочее. Я тоже с этим абсолютно согласен, что нужно в праздники, да и не только, бурятам надевать в бурятское. Если вдруг у вас есть такое желание, мне кажется, надо к нему прислушаться и уже идти и заказывать себе, например, мужчину ДГЛ, дам вам такое платье, да? Да, и надо обязательно своего племени. А, вот, да, нужно обязательно это знать. У нас тут кинькинских с запахом вот в эту сторону, как я помню. Да. Так, ну и сейчас у вас есть прекрасная возможность поздравить всех наших телезрителей с наступающим праздником Белого Месяца. Поздравляю всех с наступающим праздником Белого Месяца. Сагангара, сагалганар. И пожелать у дырбурю, наруктыжа, углобурю, бурхундамургыжа, элурин хэбэйтэй, саган, ханатэй, явахэйитны, болтогэй, сагангалар, сагалганар. Сагалганар, и вас наступающим. Большое спасибо за такой интересный разговор. Наша программа продолжается.